Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море, рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди – 4 квартал 2016 года. Звоните 48 300. Эфир канала РЕН продолжает новости Анапа-регион в студии Кристины Рабина. Здравствуйте. Итак, смотрите сегодня выпуски. Итоги подведены. Стали известны окончательные результаты голосования, чего ждут анапчане от Новой Думы. Шведский стол и меню разных стран мира, как организовано лечебное питание в анапских санаториях. Ярмарка, библиотека под открытым небом и фейерверк. Какие еще сюрпризы ожидают анапчан и гостей курорта в день города. Центр избирком утвердил итоговые результаты единого дня голосования, который прошел в России 18 сентября, признав выборы состоявшимися и действительными. Теперь о том, как проголосовали анапчане. За Единую Россию проголосовали 69,42% анапчан, за КПРФ – 10,86%, у ЛДПР – 9,66% голосов избирателей, а у Справедливой России – 6,23%. В Славянском одномандатном округе, в который входит и Анапа, победил кандидат от Единой России Иван Демченко, который набрал более 65% голосов. При этом в Анапе Демченко поддержал 71 избирателей из 100 пришедших на участки. В городской избирательной комиссии говорят, что выборный процесс был полностью прозрачным, а активность горожан высокой. В муниципальном образовании город-курорт Анапа подведены итоги выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации. Анапчане проявили высокую гражданскую активность, и на избирательные участки пришло более 62 тысяч избирателей, что составляет более 48% от общего числа избирателей, внесенных в списки для голосования. Задачу, которую поставила Центральная избирательная комиссия, как субъектовым избирательным комиссией Российской Федерации, так и территориальным избирательным комиссиям в муниципальном образовании город-курорт Анапа, выполнено. Выборы проведены прозрачно, законно. В день голосования в территориальную избирательную комиссию от политических партий не поступило ни одной письменной жалобы. И можно сказать, что процесс голосования произведен законно, и итоги подведены. О том, что могут означать результаты выборов и как проходило голосование в городе-курорте, в нашем следующем материале. Итоги выборов окончательные, и наблюдатели подчеркивают, что это был именно осознанный выбор. Президент Владимир Путин заявил, что результат связан с давлением на Россию со стороны тех, кого дипломатично называют партнерами по геополитическому процессу. На митинге, посвященном освобождению города-курорта от немецко-фашистских захватчиков, глава города поблагодарил анапчан за фактическую поддержку политического курса страны. Выборы в прошедшее воскресенье депутатов Государственную думу Федерального собрания показали нашу сплоченность. Я хочу всех, пользуясь случаем, поблагодарить за то, что Анапа показала себя самой положительной стороны. Если сравнивать с голосованием на выборах в федеральный парламент, которые состоялись в декабре 2011 года, в этот раз «Единая Россия» набрала больше на 5,7% голосов. И это несмотря на непростую экономическую ситуацию в стране. Ближайшая к населению ступень властной вертикали, муниципалитет, результаты выборов – это и оценка работы действующей власти. За три прошедших года решились многие фундаментальные вопросы. От многомиллионных проектов по строительству инженерной инфраструктуры, строительства впервые за 15 лет, новых детских садов и лечебных учреждений до развития сельских территорий. От законодателей анапчане, конечно же, ждут поддержки курорта и решения волнующих их проблем. Я считаю, что нужно больше всяких детских площадок, больше садов, школ. Курорту необходимо больше развить инфраструктуру, чтобы не терять людей, которые уезжают в Крым. Естественно, мы должны к этому приложить все усилия с помощью нашего мэра и всех структур, которые задействованы в нашей Анапе. Нам хочется в Анапе, чтобы было больше зеленых насаждений, чтобы было больше сквериков людям отдыхающим. Кажется, надо подумать о создании рабочих мест. Вторая проблема – в архитектуре города задуматься над расширением проезжей части улиц. Я считаю, что Анапе нужны велосипедные дорожки. Я вот катаюсь на велосипеде, очень опасно ездить по обочине дорог, а на тротуаре мы мешаем пешеходам. Оценку, собственно, процессу дали его непосредственные участники – представители политических партий. Депутат Госдумы шестого созыва от ЛДПР Андрей Луговой осмотрел один из участков и проголосовал по открепительному удостоверению. С точки зрения организации вообще нет вопросов. И концерт, и плюшки, и булочки. И все организовано, быстро, оперативно, без очередей. Поэтому я считаю, все нормально у вас, так что молодцы. Глава города держал под контролем всю организационную часть, объезжая участки для голосования. После обеда в ряде населенных пунктов за один час выпала полуторамесячная норма осадков. В станице Гостогаевской из-за разгулявшейся стихии пришлось срочно менять расположение избирательного участка. Сергей Сергеев на месте дал поручение о переносе голосования в резервное помещение, отметив по итогам слаженные действия властей, полиции, спасателей и избиркома. Губернатор Краснодарского края подчеркнул, муниципальные власти приняли все меры, чтобы обеспечить бесперебойный процесс голосования. Людям дали возможность реализовать свое право сделать выбор. Погода подкачала и в Новороссийске, и в Анапе. Но, друзья, самое важное, что выборы прошли, я считаю, они легитимно прошли. И участок в Анапе вовремя заменили, и в Новороссийске вовремя начали ликвидировать последствия, что не послужило препятствием для воли изъявления граждан. То есть везде сработали оперативно. И отдельное спасибо хочу сказать и сегодня главе Анапы, и исполняющим обязанности главы Новороссийска, за оперативные действия, за мобильные действия, за правильные действия, за то, что просто не сорвали выборы в своих муниципальных образованиях. Вот за это огромное спасибо. Персонал. Впрочем, непогода не изменила главного результата. Многие анапчане, а также гости города-курорта, отмечают постоянные перемены к лучшему. В том числе и за такую стабильность проголосовали те, кто пришел на избирательные участки. И к другим темам. Итоги летнего отдыха детей подвели в Анапе. В городе-курорте закончилась четвертая оздоровительная смена. На заседании межведомственной комиссии заместитель главы курорта Людмила Мурашова отметила, в целом сезон прошел достойно. В Анапе отдохнули свыше 180 тысяч детей. Из них в здравницах и детских лагерях 104 тысячи. Подробнее об итогах сезона 2016 в интервью с начальником Роспотребнадзора Ларисой Медведевой. Оздоровительный эффект в этом году составил 97,8% в оздоровительных учреждениях. В 2015 году он был несколько больше, 98,2%, за счет того, что больше было все-таки в этом году случаев заболеваний, соматических травм различных среди детей, которые находились в лагерях. 1,9% – это слабый оздоровительный эффект, и 0,3% – это как раз те дети, которые перенесли какую-либо травму или заболевание в период нахождения в лагере. Что мы говорим по результатам надзора? Возбудили эти 273 дела административных. Это большой показатель. И только штрафов было мной вынесено. Около 3 миллионов, 2 миллиона 874 тысячи, а 38 дел мы направляли в суды, там, где не хватало уже наших полномочий, и судами принимались решения. В целом, завершен сезон, и завершен, как вы видите, он благополучно, но Межвенственная комиссия сегодня остро ставила все вопросы уже на следующий год, чтобы за период зимы организаторы детского отдыха решили все эти проблемы и на следующий год их не допустили. Сезон завершается. Анапа провожает гостей. В межсезонье то время, когда максимум усилий городских служб нацелены на благоустройство и создание комфортных условий проживания для напчан. Глава города во время очередного объезда дал поручение построить тротуар на участках улиц Кирова и Соборная, которую ведут к рынку. Берегись автомобиля. Путь на рынок для пешеходов на улочках Соборной и Кирова полон опасностей. Половину проезжей части загородили брошенные на стоянку машины. По свободной, но совершенно непригодной для маневра полосе движения в обе стороны. Мы в угоду вот этому строительству, которое нас обманывает, да, сегодня заставляем людей ходить по проезжей части. Поэтому решение такое. Вдоль всего вот этого ограждения смотрим, чья земля, делаем тротуар, поднимаем его на бордюрах. Ну смотри, вот они ходят, видишь, между машинами и все. Вон люди идут. Вот здесь вот знак ставим, стоянка, остановка запрещена с обеих сторон. И делаем тротуар, соответствующий с ним и по всему остальному. Застройщик этих многоэтажек ни в чем себе не отказывал. В 2007 году подписал соглашение с администрацией, где обещал и стоянку, и детскую площадку. В 2009 выросли эти высотки. И только. Обязательно нужен тротуар. Даже безобразие. Без вопросов. Потому что с детьми маленькими, как вот они рванулись, тут машина. Разве можно? Обязательно нужен тротуар. Заставляйте, заставляйте. Заботой нынешней администрации стало и переселение жителей дома 88 по улице Кирова. Гарантия обеспечить их жилплощадью значилась в том же соглашении, подписанном еще в 2007. Три семьи переселены. С жителями еще четырех квартир ведется работа. Они отказались от трех предложенных городскими властями вариантов. Камень преткновения, количество жилых метров. Но закон есть закон. При переселении граждан из непригодного жилого помещения по жилищному законодательству предоставляется равнозначное по ранее занимаемому ими жилое помещение по общей площади жилого помещения. То есть, если гражданин до переселения занимал квартиру или одну комнату в коммунальной квартире, то ему будет также предоставлена квартира или одна комната в коммунальной квартире. Как объяснили в жилищном отделе, если поступит четвертый отказ, то жильцов переселят по решению суда. На День города в Анапе будут чествовать людей, внесших выдающийся вклад в развитие своей малой родины. Это представители разных профессий, санаторно-курортного комплекса, сфер здравоохранения и образования, жилищно-коммунального хозяйства и других. В числе отличников заместитель генерального директора по питанию санатория «Дилуч» Наталья Крохмаль, человек, под контролем которого находится одна из важнейших составляющих качественного отдыха. Наши корреспонденты побывали на кухне санатория «Дилуч» и узнали, чем же кормят наших отдыхающих. Рабочий день у Натальи Крохмаль начинается в 6 утра. Она отвечает за то, что будет на столах почти у тысячи гостей санаторно-курортного комплекса. Завтраки здесь ранние, ровно в 7.30 все должно быть готово. Для каждого из восьми залов свое меню. Люди приезжают не только отдохнуть, но и поправить здоровье. Поэтому и питание здесь лечебное. Для каждой категории отдельное. После инсульта, после операции по ЖКТ, это на желудочно-кишечном тракте, также профпатологии. Есть у нас беременные и есть у нас туристы. Поэтому по каждому залу имеется свое меню, которое разрабатывается и утверждается на совете по питанию. А помимо этого ежедневный контроль качества. Дегустируют здесь каждое блюдо. Ведь даже слегка пересоленная еда может серьезно навредить гипертонику. А благодаря уникальным разработкам здесь могут сделать полезным любое блюдо. Вкус останется прежним. Блюдо будет выглядеть также привлекательно. Мы разрабатывали достаточно много блюд. Включили туда даже, ну вот на примере, есть у нас беточек. Казалось бы, беточек из птицы. Но мы туда включили кабачок. То есть уже получилось диетическое блюдо. Мы туда включили перец, обработанный тепловой обработкой. Уже получилось диетическое блюдо. Это позволяет проводить дни национальной кухни. Причем каждый раз новая программа. Сюрприз для гостей. Сегодня в меню итальянские блюда. Хорошо, когда разнообразие. Она получается как бы, ну не приедается, так скажем, пища. Одинаково. И как бы нас удивляет. Особое внимание к пожеланиям гостей. Каждому индивидуальный подход. Это одно из основных требований Натальи Крохмаль. Высокий уровень обслуживания помогает удерживать постоянный контроль качества. И железная дисциплина. Ну а главное, авторитет руководителя в коллективе. Всегда поможет, всегда поддержит, всегда поймет, решит какую-то ситуацию, если что-то там сложилось у нас. Если даже работник обращается по семейным каким-то там вопросам, она всегда войдет в это положение и решит какую-то ситуацию. Работа Натальи Крохмаль не раз удостаивалась самых высоких наград. Уважение в профессиональной среде и благодарность гостей комплекса – вот, по ее мнению, главная оценка ее труда. А секрет успеха, говорит Наталья Александровна, достаточно прост. Надо просто любить и работать. Вот и все. Завтра, 24 сентября, в Анапе пройдут праздничные мероприятия, посвященные Дню города. С утра и до позднего вечера анапчан и гостей курорта ожидают очень насыщенная программа. С 10 до 17 часов по улице Горьковой на площади возле кинозала «Победа» развернется праздничная ярмарка «Урожай-2016» и ярмарка народных ремесел «Творение рук мастеровых». Оскаре Гудовиче с 10 до 16 часов будет проходить фестиваль «Молодежный квартал», в программе которого конкурсы, интерактивные площадки, соревнования и фотозоны. В Ореховой роще с 11 до 15 часов гостей ждет библиотечный фестиваль «Ты вечная любовь, моя Анапа». Там расположится читальный зал под открытым небом «Галактика чтения». В центре города с 11 до 16 часов пройдет фестиваль инструментальной музыки и джаза «Музыка моего города». На театральной площади в 11 утра начнется второй открытый фестиваль колокольного звона и духовного песнопения «Благовесту моря». В 17 часов на площади Огортеатра с концертом «Анапа. Музыка моей души» выступит духовой оркестр. А в 19 часов в городском театре будут чествовать почетных граждан, кавалеров, медали за выдающийся вклад в развитие города-курорта «Анапа» и победителей конкурса на лучший орган территориального общественного самоуправления. Апофеозом праздничных мероприятий станет концерт на театральной площади. Начнется он в 20.00 и завершится в 22 часа красочным фейерверком. А я напоминаю, что генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2» приступило к строительству нового многоквартирного комплекса «Кавказ». Все новости вы можете также найти на нашем сайте. Я с вами прощаюсь. До новых встреч в эфире. Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе «Анапы». Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море, рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди – 4 квартал 2016 года. Звоните 48 300.